Привет, дружище! Меня зовут Шамбо, и мы герои с теми в мире мечей магии. Проходим кампанию Клинок Армагеддона, сценарий номер 4. Кузнец Страданий. В предыдущей серии демоны вторли земли элементалей и захватили форт Шилиндрию, форт Кофенар, а также нацелились на замок под названием Сол. Кроме того, Ксерон узнал, что Казандар, кузнец, который может выковать Клинок Армагеддона, скрывается где-то в подземелье, а также обнаружил спуск в это самое подземелье, который можно вскрыть, открыв черные врата пограничного стража. Но, однако, демон принял другое решение. Сначала уничтожить всех элементалей, которые находятся на поверхности, чтобы они внезапно не напали в самый неподходящий момент, пока будут разыскивать Ксерона где-то в подземных туннелях. Так что давай вспоминать, кто у меня чем занимается. Итак, Коляда сидит в церкви, молится демоническим богам, в надежде на то, что на нее не нападет очень мощный герой элементалей, потому что он где-то здесь скрывается, и в армии у него 500 фей, по сотне элементалей, то есть Коляда даже с семью дьяволами вряд ли справится. С другой стороны, дьяволов можно передать Игнатиусу, и тогда он, возможно, что-то сможет сделать. Или все-таки лучше выбрать Коляду, она все-таки 12 уровня, а вот Игнатиус 13. Наверное, пожалуй, ему я армию передам. В большем количестве останусь с одним дьяволом и буду пытаться здесь что-то осмотреть. Если что, можно будет откупиться и сбежать. Я надеюсь, что кандалов ни у кого не окажется. Далее. Игнатиус, коль ты рядом, он захватил алтарь воды и библиотеку просвещения почему-то не посещал. Непорядок, нужно сюда срочно заглянуть. Плюс два ко всему, это очень-очень важно. Логистика уже изучена. Здесь рядом находится девушка по имени Фиона, которая пытается разведать, что находится на юго-востоке. Здесь есть алтарь мысли, гробница воина и вроде бы ничего серьезного. Опять же, а вдруг в гробнице воина скрывается какой-то чрезвычайно важный артефакт? Или вот здесь в тумане прячется очередной ключник, без которого я не смогу пройти дальше? Это нужно все проверить. Грусть, тоска, печаль. А в гробнице не оказалось ровным счетом ничего. Кстати, весьма странно, что демоны тоже расстраиваются, скрывая такие могилы. По идее, им должно быть наплевать, как, например, той же нежити или каким-то дикарям. Ну, может, это гробница какого-то демона, но мне кажется, у них между собой тоже отношения не особо. Далее, Пайра захватывает лесопилку. Магия огня вряд ли ей пригодится. Это посетила, это посетила. И здесь есть рядом Калх. А Калх едет навстречу с Пайрой. А зачем? А зачем, а почему и для чего? Ну, наверное, передать артефакт, потому что Пайра будет послабее Калх, а вот он может повоевать. Даже несмотря на то, что у него в армии есть всего лишь магоги, черти, но их зато очень много. Плюс он командир магогов, так что знает, как с ними обращаться. Так что далее, Калх, куда ты поедешь? Можно попробовать скрыть склеп, захватить волшебный фонарь, чтобы сопернику, опять же, феи не доставались. Было бы неплохо, но это может сделать и сама Пайра. Кроме того, Калх, к сожалению, не умеет открывать портал города, поэтому вернуться за подкреплением он не сумеет. Так что вообще, где-нибудь ему нужно найти мудрость. А вот с другой стороны, Пайра-то все знает. У нее есть мудрость, но магоги медленнее перемещаются. Давай, пока я подумаю, что нужно будет здесь делать. Далее, Рашка нападает на земляных элементарий, в целях профилактики, так скажем. И не хочет отдавать пять церберов. Это как-то неправильно. И со заклинаний. Увы, метеоритного дождя у меня нет, а к чему вы еще уязвимы? Только к метеоритному дождю. Ифриты смогут ли за один удар всех уничтожить? Ну, можно, конечно, постараться использовать благословение, которого нет, к сожалению. Тогда жажда крови. А жажда крови не подействует. Первый уровень на ифритов не действует. Замечательно. Молния. 110 единиц урона слишком мало. Давай подождем. Церберы, наверное, смогут сделать кусь, отбежать, потом еще раз так 10 повторить, и все элементарии падут. Ифриты пока ждут за углом. А церберы спасаются. Элементарии слишком медленные, и в жизни до них не добегут. Урон максимальный 734 единицы. А здесь 20 на 40 это 800. Ну, чисто технически можно попробовать уничтожить, но предлагаю, чтобы церберы все-таки еще раз грызанули хотя бы, чтобы по-думечусть количество. А вот теперь рискую. Отлично. Обрадовались ифриты, почувствовали уничтожение элементарии. Хотя они ненавидят джинов, но думаю, у них есть какие-нибудь между собой разборки, претензии, потому что ифриты это создание огня, это все-таки земля. Земля может засыпать огонь и все дела. Это алтарь земли. Я вас сражусь просто ради опыта. С другой стороны, у Рашки достаточно высокий уровень. Не особо опыт-то ему и нужен. Давайте сами подходите уже быстрее. Отлично. Так, и что у меня по опыту? Следующий уровень 13-й. Через 500 очков. Феи, а вы не желаете поделиться? Догоняю, втягиваю в бой. Один цербер, как так-то? Ифриты они никогда не заборят? Наверное. 43 единицы жизни внезапно осталось. Какие-то мощные феи. Но тем не менее победа. Серная шахта моя, только сера демонам практически не нужна. Итак, я выбираю опыт и продвинутую магию земли. Слушай, Рашка, а ты умеешь открывать? Да, он умеет открывать портал города, и это замечательно. Правда, количество очков магии у него весьма-весьма маленькое. Это плохо. Далее, что с 14-м уровнем? До него аж 4000 нет. Тогда буду брать сундуки на золото. И телескоп. А телескоп желательно передать Ксерону. Так что, Ксерон, давай-ка сделай шаг в сторону, хотя погоди. Я могу еще что-нибудь построить. Например, огненное озеро. Ифриты станут еще быстрее. У них появится щит. И тогда, Октавия, выходи из города, не мешайся. Сюда отправляется Ксерон. А как называется этот город? Октавия, подскажи, пожалуйста. Это поля Азраэля. В поле Азраэля. Здесь я строю огненное озеро. Улучшаю ифритов. Они стали еще быстрее. И теперь станет еще проще. Теперь, наверное, стоит вернуться в свой прошлый город. Но, опять же, я хочу отправить какого-нибудь разведчика, который осмотрит территорию. Так что, в Кофенар отправляется Ксерон, но он дальше не продвинется, пока территория не будет разведана. Так как у соперника есть достаточно могущественный Интей, у которого 17 атак, 13 защита. Да еще есть Фениксы в непонятном количестве. И армия королевства гораздо сильнее моей. Так что это весьма неприятно. Итак, Октавия села в городе, посидит, отдохнет в это время. Ксерон также заходит в таверну, выпить, отдохнуть и нанимает кого? Так, как таверна-то выглядит? Вот она, да. И нанимает Аксиса. Аксису бы выдать кого-нибудь пошустрее, побыстрее. Может пожертвовать одного ифрита? Наверное, да. Здесь гильдия магов есть. Аксис, если что, научится чего-нибудь колдовать. Но главное, это разведка. Есть два пути. На север и на юг. И тут есть лесопилка. Ну, лесопилку, конечно, можно захватить. Но тут мешаются феи. Я их, в принципе, смогу одолеть. И теперь лесопилка моя. Далее там ученые специально дожидаются Ксерона. И на юге пока никого нет. А тогда Ксерон отправляется на север поболтать с ученым. Плюс разведать территории. А с другой стороны, сюда направится тогда Рашка, чтобы передать Ксерону подзорную трубу. А у кого был еще артефакт на разведку? У товарища Калха. А Калха, где же ты находишься? Недалеко от Шелиндрии. А, Пайра. Забери его. Я хочу все-таки все передать Ксерону, потому что он герой на передовой. Как бы это странно ни звучало. И должен видеть абсолютно все. Как теперь? Ксерон прыгает куда? Рашке можно сейчас также улучшить ифритов, поэтому поля за Раэля обратно. Здесь я оставляю церберов, но они мне не нужны. А далее улучшаю ифритов ради скорости. Ради огненного щита. И жду тогда Ксерона. Ксерону в это время выходит из таверны и открывает порталы. Первый портал в Шелиндрию, чтобы здесь Пайра передала ему трубу. И второй портал в поля Азараэля. Чтобы здесь Рашка ему передал уже артефакт. И обучился у него благословению. Замечательно. Так, еще один артефакт. Жалко, конечно, что у Ксерона нету разведки, тогда бы он видел полукарты, но для боевого героя разведка не нужна. И теперь можно вернуться обратно. Манны тонна, но можно было бы найти какой-нибудь колодец. Городской портал в Кафенар. И поехали на север. Отлично, знамя. И до него шага не хватает. О, Тунара. Это, по-моему, то ли мать, то ли сестра Эрдамона. Так что, возможно, она решила отомстить Ксерону за то, что ее собрат был уничтожен. Далее Калх захватывает фей. Они ему не нужны, но чтобы сопернику не доставались. И можно проверить, чему здесь учит ведьма, и гробануть склеп. Далее Игнатиус повысил свои характеристики и находится в очень опасном местечке. Рашка. Что он может сделать? Он может открыть портал. У кого-нибудь есть артефакты на знания? Потому что Рашке их чрезвычайно не хватает. Увы, только у Ксерона, да и то шлем-череп, который толком ничего не дает. Рашка, тогда давай здесь посиди, пока восстанови запас магии. Либо можно прыгнуть в город, где гильдия магов повыше. Например, вот сюда. Можно, кроме того, ее отстроить. В целом, мне осталось что? Возвести несколько заброшенных дворцов. У меня пока есть два. Желательно, конечно, в каждом городе. Но можно параллельно строить и башню магии, но тогда ресурсов будет мне жутко не хватать. И до 4-5 уровня это слишком долго ее отстраивать. Потом когда-нибудь построю. Далее. Игнатиус. Едь в сторону коляды. Возможно, ты как-то отпугнешь соперника. И завершить ход. Хотя нет, у Пайра остался один шаг. Один шаг к мельнику. Будет грабить. Завершить? Да. Ух ты, кто-то на юге тут появился. Это луна. И луна заберет все эти роскошные артефакты. Кольцо Странника, которое дает скорость. Кольцо Жизни, которое возможно собрать в эликсир жизни. Жаль. Далее. Калх грабит склеп. Да. А он пустой. Вот так так. Добежать до Сола? Игнатиус, а ты сможешь? Ты дальше всех бегаешь. Знамя. Ну да, за следующий ход он чисто теоретически может захватить Сол. Главное, близко сопернику не показываться. И сколько тут шагов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть я могу где-то вот здесь спрятаться. М-м-м, еще один город. И потом ударить внезапно. Конечно же, захватив прежде элементарий. Где-то вот тут. Мне кажется, соперник на таком расстоянии не посчитает, что Игнат нацелился как раз-таки на Сол. Далее Пайра грабит Мельника. И, наверное, хочет увеличить... Ух ты, какой крюк. Значение атаки. А тут нельзя как-то с юга, что ли, проехать? Крюки такие не хочется совершенно наворачивать. И я вижу утопию драконов. Кто может ее вскрыть? Ксерон. Но над драконом в толком магия не работает. Армии у него особо нет. О-о-о. Плюс один ко всем... Точнее, плюс два ко всему. Здорово. Ксерон, давай тогда используй полет. Я не хочу здесь наворачивать какие-то круги. Немножко защиты. Сейчас нападу еще и на Тунару. Отлично. Библиотека просвещения. Характеристики 29, 25, 27 и 17. Здорово. Тунару, в принципе, мог бы одолеть и Аксис, но... Он слишком далеко. Он побеждает феи. Делает это без потерь. Захватывает рудную шахту и получает следующий уровень. Или продвинутая мудрость, или базовое имущество. Аксис не планируется как боевой герой. Денег у меня много. Но чрезвычайно много денег не бывает. Хотя, с другой стороны, выучить где-то портал города. Но не думаю, что получится. Выбирая имущество, пускай приносит хотя бы какой-то доход. Далее. Рашка восстановил магию. Ему бы посетить какие-нибудь башни магии, чтобы увеличить свои знания. А то совсем уж печально. 30 единиц маны. Башню я вижу только одну здесь. И... Ну вот и еще одну. Открыть портал в Шелиндрию можно. С другой стороны, я могу сейчас собрать войско, которое будет штурмовать утопию. Я не думаю, что Ксирону прям жизненно необходим так 24 уровень, на который есть ограничения. Потому что про Ксирона здесь ничего не сказано, что он переходит куда-то там дальше. И, как мне кажется, в итоге мне придется спасать мир от него. Так что давай для Рашки соберем армию. Кто будет приманивать драконов? Можно собрать очень много демонов. Я нигде их не покупал. У меня тут есть еще отродье бездны. Как они называются? Владыки бездны точно. Тогда здесь я улучшу. Не получится адскую пропасть. У меня был вот тут второй уровень гильдии магов. Тогда здесь я улучшаю. И надеюсь, что отродье мне как-то помогут. 6500. Полетели дальше. Вандал-холл. У дракона не должны справиться с такой ордой. Далее пик кинжалов. Я вот сейчас задумался, а может мне стоит взять в армию каких-нибудь еще бесов, чтобы потом их воскресить в огромном количестве, превратив в демонов. Только вот у демонов проблема. Скорость всего лишь 5. Это очень-очень-очень мало. Далее скорчь. Ну, тут всего лишь 8. Можно было и не заезжать. И вот, денег не хватает. Тогда Рашка должен сейчас найти где-то деньги, ресурсы. С другой стороны, он может повысить количество магии. Затем снова прыгнуть в город, вернуться опять. А чем ему еще заниматься? Городской портал Шилиндрия. Повысить количество знаний. Городской портал Кафенар. Также увеличить знания. А в Кафенаре у меня есть гильдия магов? Да. То есть, тогда Рашка посидит в городе, чисто восстановится. А потом продолжит свой путь. Далее. Фиона поняла, что на севере нет ничего интересного. Едет грабить Мельника. А здесь есть лагерь наемников, которые обучают атаки. И что-то еще сокрыто. Меня беспокоит то, что тут есть сундук. Есть обломки. То есть, чисто технически, здесь либо можно призвать корабль, либо здесь есть и водоворот, который ведет неизвестно куда. И совсем не хочется вторжения. Элементарии в моей территории. Базовое обучение. Нет, спасибо. Коляда. Добегает до флага. И совсем не видит, что впереди. Освятение магических мыслей. Коляда и эксперт мудрости. Можно проверить, чему здесь учат. И завершить ход. Но сначала Ксирон нападает на ту нару. И с легкостью побеждает ее. Забирая стойкого часового. И продолжает свой путь на си... А почему через горы не перелететь? Я вроде использовал заклинание полета. Или это было в прошлый ход? Да не перелететь, потому что я где-то завершаю ход в горах. Плохо. Давай тогда я нападу на фей. Чтобы они здесь мне не мешались. И все равно не получается перелететь, увы. Тогда придется заночевать в серной шахте. Но где еще спать демоном? И у меня денег нет. Завершить ход? Да. Луна грабит ресурсы. Грабит артефакты. Которые должны были достаться мне. А запыхавшийся демон влетает в ваш кабинет незадолго до рассвета. Как он посмел прервать ваши размышления? В ярости вы хватаете незваного гостя за горло. И отрываете от земли. Давая его ноздри словонным дыханием. О, великий господин. Я принес вам весть от разведчиков северных земель. Катерина и лорд элементарий сели за стол переговоров. И заключили союз. Они объединились. Но не получилось прохрюкать. Я это слишком поздно прочел. Хрюка и демон. Вы сворачиваете ему шею. Швырнув вам мягшее тело на пол. Вы яростно ручите. Приведите ко мне Слина. И я хочу знать, почему это ускользнуло от его внимания. Я хочу знать, какого черта Катерина еще жива. Почему меня окружают одни бездельники. Зэкс! Да убери это, Грифоний дерьмо, с глаз долой. Надо поразмыслить. Я не припомню, чтобы Ксерон посылал кого-то, кто должен был убить Катерину. Возможно, я позабыл. О чем мне намекает алтарь мысли. А возможно, такого и не происходило. Далее. Здесь элементарий воздуха. И университет. Чем он меня научит? Магия земли. Волшебство, некромантия, логистика. Магия земли. Это, конечно, хорошо. Только вот в книжке-то, кстати, товарищ Рашка, ты ж громотей. Он умеет обучать. Мне нужно получить экспертную продвинутую мудрость, выучить магию земли, улучшить магию земли. И тогда практически любой мой герой может прыгать по городам. Это было бы здорово. Плюс у Пайры, смотри, знания 6. Откуда она взяла его, непонятно. Но это прекрасно. Так. Калейда принесла мне достаточно хорошие новости. И я вижу колодец, из которого можно и спить. И еще один переход. Скорее всего, здесь будет очередной город. Аксерон полетит тогда на север. А здесь я нахожу Пасису и нападаю на нее. Захотел забрать двух элементарных... Ой, двух эфритов. Нехорошо. Цепная молния подействует. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И останется как-то добить феи. Или добить снайперов. Плохо, что эфриты не летают на всю карту. То есть мне нужно что-то будет еще сделать. Ладно, бью по элементарям. А тут еще баллисты мешаются. Как он умудрился погибнуть? А все из-за магии. Хотя силы заклинаний всего лишь три единицы. Итак, Пасису уничтожено. И Ксерон нападает на элементарий психики. Потому что после потери одного эфрита он явно психанул. И судя по всему, я вижу здесь либо... Здание, которое увеличивает боевой дух, храм. Либо вражеский город. Так, эти товарищи защищены от магии. А здесь иммунитет к магии разума. Минус 50 урона против бездуш. Что бы это значило? Цепь молний. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще один эфрит погибает. Экспертная магия земли или продвинутая магия воздуха. Массовое замедление это хорошо. Это очень даже хорошо. Да, здесь оказался храм. Открыть портал, чтобы восстановить магию. Да, может, наверное, вернуться в кофе-нар. В это время тогда Рашка собирает всяких прихлебателей. Хотя зачем? Он сейчас отправляется чисто поучиться в школе магии, а потом вернуться через портал, наверное, Е. Да, перемещения ему как раз хватает. Он прыгает в кофе... Увы, шага не хватило. Совсем чуть-чуть. Жаль. Далее тогда Аксис направляется на юг. Побеждает фей. Или не побеждает. Нет, победил все же. Захватывает лужу самоцветами и пытается что-то разведать. Луна находится на юге, но, опять же, здесь может быть кто-то еще, кто может на меня напасть. Но вроде бы все спокойно. Далее Игнатиус. Игнатиус пока думает о жизни, потому что товарищ Калх пытается разведать территорию. Решает испить из колодца. И вот что мне с этим городом делать. Здесь явно засели герои, у которых есть по сотне элементарий. Объединить всю армию и мощно ударить, как вариант. Тогда Фиона грабит Мельника, вылечивает атаку и видит лишь торговца артефактами. Но что он продает, можно узнать на следующий ход. И замечательно. Я здесь не вижу никакого водоворота или какого-нибудь портала на побережье. Это прекрасно. Далее Пайра. Увеличивает атаку. Становится еще мощнее. И хочет поговорить с ведьмой о жизни. Да, пытается рассказать ей что-то про стрельбу, но Пайра и так все про нее знает. На базовом уровне, конечно же. Далее Игнатиус. Нападает на Сол. Надеюсь, что дьявол не погибнет. Выстрел замков и потом добить как-то земляных элементарий. Если что, у меня есть или нету лечения. По-моему, было, да. Лечение есть, сила магии на 5 плюс 10. 6 на 5, 30 плюс 10, 40. Надеюсь, дьявол будет жить. Отлично. Даже не хочу смотреть, как это произошло. Итак, очередной город захвачен. Что мне расскажут хорошего в таверне, которую я только что сейчас построил? Вроде новая информация не появляется, а жаль. В 5-х героев, например, можно смотреть, сколько войск было у соперника, по-моему. Хотя бы приблизительная численность отрядов. А тут нет такого. Крепость захвачена. И все центральные земли принадлежат мне. Осталось добить последний южный город. Но, наверное, лично Ксерон это сделает, собрав большое войско. Отдавай тогда портал в Игнат. Давай-ка ты тогда отойдешь от Сола. Хотя нет, он в городе не сидит, чего я. Городской портал, Сол. Ксерон здесь отдыхает, расслабляется. Игнатиус, возможно, ему передаст дьяволов. Калх. Я не думаю, что станет давать ему магогов, потому что при осаде города от них толком ничего не останется. Здесь Сила Магии. И тут больше ничего. А тут Мельник. Далее. Игнат. Просто поедет на юг, грабануть Мельника. По пути, если что, Ксерону можно будет забрать вещи. Кроме того, Ксерон, кажется, не посещал библиотеку на юге. Да, не посещено. То есть характеристики еще вырастут. Просто безумие. Итак, Рашка. Делает два шага в сторону. Потом в любом случае откроет портал. И завершить ход. Да. Луна дограбила остатки. И напала на феи. Каляда хочет отступить. Нет. Джилар, покажи-ка свою армию. 272 феи. А показывалось до 500. То есть ничего такого прям ужасного нет. Элементали, ну, по 50 нормально. Давай я тебе как-нибудь на пакостью и сбегу. Волшебная стрела на 90. Предлагаю уменьшать количество феи. Потому что, опять же, они летают достаточно далеко. Атакуют без контратаки. Ну, либо можно уничтожить трех элементалей воздуха. Наверное, лучше их. И я откупаюсь. За 1350 монет. Конечно же. А, случайно, товарищ Джилар не поставился сейчас под Ксерона? Хотя нет, Ксерону слишком, ну, невероятно далеко. Хотя... А если полет, чтобы не делать вот такой безумный крюк? Полет, потом флаг общего сбора и напасть. А вдруг получится. Ладно, сейчас Рашка открывает портал города. Возможно, даже в тот самый Сол. Но, опять же, у меня здесь кто? У меня тут товарищи, которые умеют воскрешать. Но вряд ли они мне пригодятся. Давай тогда Ксерон зайдет или выйдет. Вот, вперед, пройди. Рашка отправляется в Соло, отдаст эфритов. Кроме того, Рашка может собрать войска по городам. Мне эфриты также накопились. А, хватит ли манны? Портал требует 12 очков? Да, хватит. Потому что я буду открывать чисто демонические врата. Я могу собрать всю свою армию. Итак, у меня есть 32 тысячи монет. Если что, можно и ресурсы обменять. Так, портал в Вандал Холл. Еще 5 эфритов. 3 дьявола. Октавию нужно отправить, собирать еще одного дьявола в храме за пределами. Так, еще 5 эфритов. Помахнулся. Еще 5 эфритов и еще 3 дьявола. Не хватает, а чего? Не хватает золота. Плохо. А что я могу продать? Кристаллов просто тонна. Теперь городской портал обратно же в Сол. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто-то ошибся. Кто-то жутко ошибся, потому что я не улучшил эфритов. Придется тогда к Сирону туда-сюда побегать. Увы. Об этом я подумал в самый последний момент. А забывчивость не поможет. Одного эфрита, так и быть, я оставлю. Рашки. Так, а где они у меня улучшаются? В Андалхоле? Нет, в полях Азраэля. Поля Азраэля. У вас я не могу улучшить, потому что ресурсов нет. Но, по-моему, эти товарищи достаточно дешево улучшаются. Как-нибудь вот так. Да, всего лишь 3000 монет. Итого у меня 49 эфритов и 6 дьяволов. Но сейчас дьяволов станет гораздо больше, когда я их отберу у Игната. Так, в соло. Игнатиус, сдвиньте, пожалуйста, куда-нибудь в уголок. Сирон также использует полет. Летит на юг. Ух ты, там конюшня есть. А это очень даже хорошо. Если бы я про нее раньше знал. Игнат тогда садится на коня. Грабит мельника. И старается отъехать от Джиллара подальше. Потому что он все же представляет опасность. А здесь я, не успевая на флах общего сбора. Нужно посетить конюшню. И все равно не успеваю. Однако Джиллару никуда не деться. Разве что он не забежит в свой город. И не станет там порядаться. Далее. Аксис. По-прежнему воюет с феями. Которые храняют просто тонну сундуков. И пожалуй я буду брать опыт. Зачем Аксису он особо и не нужен. Он и так сам справляется. А вот денег внезапно у меня оказалось очень мало. Далее. Рашка. Пожалуй посидит в городе для восстановления магии. Игнатиус. Хочет узнать что-нибудь о защите? Думаю, да. А Пайра осматривает территории на севере. Сможет ли она одолеть феи без потерь? Надо постараться. Какой неудобный рельеф, я сказал бы. Огонь. Да ладно, Цербер выжили. Одна единица здоровья. Вот что значит защита. Если было 7 единиц защиты, то Цербер погиб. С другой стороны, если бы чуть менее удачно ко мне отнеслась фортуна, то также Цербер бы погиб. Тут есть еще одна конюшня и центр освоен. Ну разве что вот этот фонарь я не захватываю. Далее Фиона. Смотрит, чего здесь продают. Ммм, накидка скорости. За 25 тысяч золотых. Стоит ли оно того? Даже не знаю. Вот мне интересно, а кто-нибудь когда-нибудь на черном рынке покупал символ познания за 7500 монет? Это прям какое-то безумие. Ладно, я ничего покупать здесь не буду. Далее Калх. Что-нибудь узнает про силу заклинаний и продолжает скакать на запад. Фиона здесь больше ничего сама сделать не может. У нее портала города нет. Просто со своими Церберами отправляется на запад. Завершить ход? Думаю, да. Так, а что вот это случилось сейчас? Еще раз. Луна отправилась на север. Потом такое чувство, что кто-то использовал или портал города, или какой-то другой портал. Или просто так внезапно выбежала эта лобета. Не совсем понятно. Ну да ладно, и так. Товарищ скрылся, но от Ксерона никто не уйдет. Полет. Предлагаю немножко, хотя нет. Не стоит подразделять ифритов, потому что там достаточно большие отряды, и желательно их полностью уничтожать. В цире толком ничего нет. Я могу прямо сейчас захватить этот город. А разделить дьяволов? Как-нибудь вот так встаньте поровнее. Вот здесь, наверное, стоит все же разделить ифритов. А сколько тут всего отрядов? Цепная молния бам-бам-бам. Ифриты и дьяволы добивают остальных. Думаю, так пойдет. Внезапно перелетает заговор Ксерон и нападает на форт Цира. Неспроста здесь лавовые реки. Даже без заклинаний я справился. Но опять же, не строили замок, это их вина. Еще один город пал. А куда именно завернул Джилар, я так и не понял. Он как будто никуда не уходил, однако он пропал. Неужели Джилар умеет открывать портал города? Гильдия магов здесь достаточно низкий. Вот самая высокая. И тут ни о каком портале и речи не идет. Может он где-то тут в тумане скрылся? Но с другой стороны, так и хочется посетить библиотеку просвещения. Давай тогда я найму разведчика. Этим разведчиком станет... Каляда, которая возвращается. Конечно, не хочется ей оставлять одного дьявола. С другой стороны, это гарантия того, что Каляда всегда сможет убежать. Она может проехать? Нет. Ксерон немного мешает. Но тогда Ксерон отправляется на север, чтобы почитать что-нибудь в библиотеке просвещения. А Каляда... Пытается понять, куда убежал один товарищ и, скорее всего, на нее снова нападет. В это время Аксис захватывает лабораторию алхимика без каких-либо проблем. Тут также небольшая горстка феи, однако здесь где-то находится луна. Но я думаю, за счет Эфрита Аксис также сможет от нее сбежать. Ух ты, какой крюк. А вот с элементарями льда я не хочу воевать. Далее Рашка восстановил запасы магии, и он одержимый 13 уровня. Это значит, что правильно? Он сможет посетить вот эту библиотеку просвещения, где тут еще одна была. Мне казалось, что их было несколько. Неужели это просто мне казалось? Возможно. Тогда Рашка нацелился на эту библиотеку, но сначала нужно зайти к у ниху и взять кукуна. Далее Пайра побеждает последний отряд фей. Их стало здесь побольше. Давай подождем. Огонь. Защита. И Цербер выжили. Осталось 2 единицы здоровья в этот раз. Немножко опыта можно грабануть Мельника. И в принципе Пайру нужно только как-то обучить 4 ступени мудрости. Потом посетить ведьму, чтобы она рассказала магии земли. И вот тогда с Пайрой можно что-то будет сварить. Далее обучение здесь не нужно. Продолжаем путь на запад. В это время Игнат узнает что-нибудь о защите, о силе магии. Возможно, стоит ему изучить магию земли. А вот где ему тогда узнать что-нибудь о мудрости? Мне кажется, здесь где-то ведьма была, да, с мудростью. Как раз таки на севере, в тех местах, где Игнат и появился, однако он не стал учиться. Очень даже жаль. Вот как его теперь туда отправить? Если своим ходом это просто тысячелетие пройдет. Допустим, он изучит мудрость на первую ступень. Что это ему даст? Да ничего. Портал города он выучит, однако только в самый ближайший может отправляться. Поэтому он продолжает самостоятельно перемещаться куда-нибудь на юг и захватит там огненных элементарий. В это время Калх здоровается с Аксисом и попытается запугать Луну. Чародеи. Нехорошие товарищи. И даже пять чародеев могут полностью мою армию уничтожить. Калх, а ты умеешь колдовать? Да, он умеет колдовать, только вот сила магии и знания совсем на низком уровне. У них будет первый ход. Может я кого-нибудь как-нибудь смогу. Ослепить нет, ослепления нет. Ладно, давай рисковать. А три магога. Даже не хочу знать, как это случилось. У меня появляется два чародея. Это здорово. Ну, с такой армией можно и на элементарии напасть. А лучше их просто отпустить. Не нужны мне потери. И завершить ход. Хотя нет, 24 тысячи монет у меня есть. Это значит, что, правильно, где-то можно построить дворец. Но для этого, увы, мне не хватает артути. Хранилище ресурсов. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь начинается промышленное производство ртути. А кроме того, у элементарии вроде как... Да. Хранилище ресурсов тоже приносит ртуть. Завершить. Шахту меня украли. А здесь появляется луна. И у нее достаточно большая армия. Вот сможет ли Калх ее одолеть? Я хочу попытаться. Если что, откуплюсь, вернусь в свои адские земли и почусь там магией, чему-нибудь еще. Здесь победа. И вот интересно, как пройдет бой с луной. Аксис. Да и ничего там, интересно, не подобрал? Нет. Ради первого хода можно передать Тифрита, между прочим. Ради первой скорости. Я тогда использую какое-нибудь заклинание хотя бы. Ну что ж, бой. Жуткие потери, я с таким не согласен. Итак, мое первое колдовство. Каким оно будет? Показать луне, как демон умеет ставить стену огня. Но это было бы смешно. Кто здесь самый опасный? Элементарий шторма, наверное, либо феи, потому что их много. Во-первых, нужно закрыть товарищей магогов каким-то образом. И предлагаю замедлить феи, потому что магоги атакуют элементарий, задянут по листу, а вот феи куда-то явно улетят. Нефрит закрывает магогов. Все, бесов нет. Массовое замедление, красавчики. Хотя вот цепная молния тоже, наверное, была неплохо. Только вот всего лишь два чаротея, не думаю, что как-то серьезный урон нанесли этой молнией. Аджи не работает. Это не хота. Отлично, больше элементарий не существует. Защита. Ох ты, феи, какие же вы шустрые. То есть замедление от меня, замедление от чародеев, конечно, оно не складывается, но скорость 8. Нападать не стану, это слишком опасно. Молния, 135 единиц урона. Пробую. Вот другое дело. А огонь? Ах, по моим магогам молния. Ах, негодяи. Все, элементарий больше не существует. Не хотят становиться под удар магогов. Негодяи. У меня осталась еще одна молния. Кто-нибудь к чему-нибудь уязвим. Иммунитет к огню. Уязвим к огненному шару, армагеддону. Иммунитет к холоду. 135 единиц повреждений. Здесь здоровья больше 150, не уничтожит целый отряд. А здесь здоровье 80. Победите этих фей, чтобы они мне не мешались. Подожду. Огонь. Защита, защита, защита. Бесы, красавчики. То есть, луна не использовала заклинания на магогах. Это великолепно. А вот здесь замедление спало. И товарищи чародеи под ударом. Поэтому они убегают к луне. Ой-ой-ой, это ифрит. Почему я подумал, что это был чародей? Здорово. А вот этой способности чародеев я совершенно не знал. Я не думал, что они, после того, как их предыдущее заклинание перестает действовать, колдуют что-то новое. Бегу, спасаюсь. Огонь. Та-та-дам. 19 магогов пало. Но я собрал какие прекрасные артефакты. Изучил продвинутую магию земли. То есть, осталось выучить продвинутую мудрость. И можно уже использовать портал города. А лук объединится? Нет. Значит, лук снайпера появился после клинка Армагеддона. Увы. Лук вишневого дерева, тетива и... Как это называется? И стрелы не объединяются, к сожалению. Жаль, жаль, жаль. Пожалуй, я откажусь от удачи, потому что морали портятся из-за чародеев, и, соответственно, демоны могут заплакать. Далее, Аксис. Забирай своего Ифрита. Он мне, я бы сказал, очень сильно помог. Все же первый ход. Немножко фей победил. И продолжаем двигаться на юг тогда вместе. Впереди едет Калх. Осматривает территории. Аксис потом добирает то, до чего Калх не хочет дотягиваться. Например, всякие ресурсы и так далее. Далее, Фиона. Смотрит, что здесь ничего нету. И нужно уже переправляться на следующий берег. Вот мне интересно, у соперника вообще остались города? Количество городов меньше, чем у меня. Ну, это и очевидно. Скорее всего, где-то вот здесь городок есть. Опять же, тут тоже может быть. Плюс, вот смотри, кажется, это башня города. Да. То есть сейчас туда может направиться Каляда. Но, скорее всего, не успеет. Но чисто разведать, что это за город. Есть ли замок, есть ли герой. Да, есть герой с неплохой армией. Ксерон использует полет и летит учиться. Далее Рашка тоже хотел чему-нибудь новому поучиться. В это время Игнат. Захватывает элемент Алиогня, чтобы не доставались сопернику. Сначала нужно посетить флаг сбора. И, пожалуй, все. Ну и Пайра. Карманет Мельника, банк Нак, я посещал. Мудрость базовая. Ей бы поговорить с Рашкой, получив продвинутую мудрость. Только вот где ее получить-то здесь? Сундуков толком не осталось переправляться на другой берег, там пытаться найти какое-нибудь сражение. И завершаю ход. Калейда чувствует, что шансы скверны. Хотите отступить? Нет, я хочу посмотреть, что за войско здесь. А, это то же самое войско, которое я видел. Ну что ж, Калейда снова немножко нагадит. Урон молнии на 210 единиц. Элементали защищены от молнии? Элементаль шторма уязвим к молнии и Армагеддону. Это как? Я не понимаю. Но будет жутко больно. Ба. И я откупаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй. Практически нагнал Калха. Джелар. А сможет ли Калх все это одолеть? Я думаю, что нет. Тут феи слишком много этих элементалей. Слушай, Аксис, нам нужно отсюда убегать. Убегать куда-нибудь на север, как-нибудь спасаться. Ну еще взять немного с собой чародеев. А, недель не прошла, я что-то об этом подзабыл. Далее Рашка. Изучил магию, которую хотел. Не будет ли мне быстрее открыть портал сюда, и потом пролететь напрямую? Портал в Циру. И напрямую, возможно, получится. Нет. А если так? Я думаю, тоже вряд ли. А все равно чуть-чуть не хватает. А что с магией? Можно восстановить. Поэтому пью из колодца, и потом нападаю на этот город. Далее Феона продолжает свой невероятно долгий путь на запад. Игнатиус. Кстати, а вот Игнатиус может напасть и захватить. Тут только 10 элементарий земли, так что Ксерон не хочет и поделиться армией, чтобы чисто побыстрее все прошло. Пачку дьяволов, Игнатиус справится. А с другой стороны, на него может напасть жила. Но опять же, я захожу в город. Вот я не помню, из города можно сбежать или нет. Точнее, не сбежать, а откупиться. Пожалуй, я внутрь заходить не буду. Тут толком-то ничего и нет. Паэра, сможет ли победить Лобету? Мне кажется, нет. Добежать до города так же я не сумею. Как жалко. Где мне взять опыт, когда он нужен? А вот еще одна библиотека, про которую я забыл. То есть Рашка может ее посетить. Только Рашке бы сейчас армию где-то получить, а то его просто уничтожат с другой стороны. Вот здесь как раз-таки и находится его армия. Поэтому городской портал в... Как этот город называется? Это Кафенар. Городской портал, Кафенар. Придется, к сожалению, использовать еще один. Городской портал в поля Азраэля. Здесь я выкупаю товарищей с плетками. Они новые народились. Ну, давай путешествовать. Скорч. Пик кинжалов. Я сейчас не покупаю бесов по той простой причине, что вдруг мне денег не хватит. Так, здесь еще восьмерых. Сто шестнадцать. Великолепно. А сколько стоят бесы? Шесть тысяч. А что вы такие дорогие товарищи? Я вас вообще хочу превратить в демонов. Конечно, это превращение будет чрезвычайно болезненно для вас. Возможно, даже... Ну, какой возможно? Смертельно. Но, тем не менее, вы станете могущественными демонами. Ну, не сказать, что совсем уж могущественны, но гораздо сильнее, чем были сейчас. Так, что мне тогда продать? Можно начать строить гильдию магов. Я хочу набрать миллион бесов и превратить их хоть раз в демонов. В целом, я подобную механику никогда не использовал. Так, в пике кинжалов я был в поле Азраэля. Так, обычные бесы. Улучшенные черти мне особо и не нужны. Только вот теперь заставить их как-то умирать. То есть, желательно, конечно, отделять по небольшим пачкам и их умерщвлять. Ммм, не то. Ладно, пускай эти здесь сидят. Я их и не хотел нанимать. Хотел обычных. Так, портал города в... Кофенар? Да, кофенар. Теперь здесь. Ну, сколько бесов сможет уничтожить соперник? Может, этих товарищей тоже поделить? Один воскресил, другой воскресил. Самый большой отряд я оставлю, но, опять же, враги любят уничтожать большие отряды. Может, они все-таки на мелкие нападут? Пробую. 259 бесов погибло. Здорово. Так, предлагаю замедлить всех. А не получится. Экспертной земли нету. Тогда просто замедляю феи. И портал города, увы, теперь не откроете. Ждем. Да, решили атаковать большой отряд. Давайте тогда топайте вперед. А эти товарищи пускай прячутся. Полторы тысячи единиц урона. Бью. Отлично. Полностью уничтожено. А феи, по идее, должны сейчас ударить бесов. Потому что владыки бездны однозначно означают смерть для них. Да. Теперь нужно заставить соперника, чтобы он в целом как-то убил. Владыки бездны, отходите назад. Как-то убил этих бесов. Потому что их дюжа много. Так вы тоже куда-то прячетесь? Эх. Кого-то не нужно было разделять. Воскресит меньше, чем можно было. Ужаль, что во время боя нельзя объединить в один отряд. Это было бы невероятно удобно. Да бесы никуда и не хотят уходить. Ну добейте вы их уже. Отлично. Итак, сколько я поднимаю? 31 демон. Не справились. Ну ладно. Владыки бездны сделают всю работу. Не нужно было их, конечно, разделять, но кто ж знал? Улабетта? Да ты откуда такую коллекцию собрала? Щитнем покоенных. Далее. Тут сила магии больше, да. Единичка знания мне не пригодится. Сила магии тоже единичка. Коллекция достаточно посредственных артефактов. Все объединяются. 251 бес, я думаю, с легкостью погибнет. И тогда продолжаем наш путь. Граблю мельника. И заеду в город. Здесь Ксерон выпил из колодца и просто отдыхает. Кстати, а что там по времени? А по времени, между прочим, уже целый час прошло. То есть все же будет 4 серии. Ну и в 4 серии найдем этого Казандара, где он скрывается там под землей. Жаль, что никто не может нормально просмотреть территорию. Хотя, погоди. Ксерон, а ну-ка покажи мне все. Сюда, 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 сюда. И где Казандар будет в итоге? Ничего подозрительного? Я... Нет, я вижу что-то подозрительное. Скорее всего, в этом углу и будет сидеть Казандар за каким-нибудь порталом. А портал будет здесь или здесь. Очень странные места. Ну ладно. Об этом все мы узнаем в следующей серии. А на сегодня спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok